Мы рассмотрим несколько конкретных примеров и научимся рисовать эти функции неким наглядным образом. Начнем мы вот с такой задачи. Вы все, наверное, знаете, что такое каминный шерк. Шерк – это то самое, что мы должны делать. Только x, y и 1. Вы, наверное, тоже знаете, что такое дизюм. Дизюмция, x, y – это тоже 2, 1. Дизюмция от обычного сложения отличается только тем, что 1 дизюмция 1 – это 2, 1. У нас же функция алгебрологии. Что могут принимать только значения 2 дизюм. 1 дизюмция 1 – это ничего на другом и не может быть равно. Вы можете сказать, что, наверное, возможно, такой вариант, что 1 дизюмция 1 равнялся 0. Такая функция тоже есть, только она по-другому называется. Называется она сложение по модулю 2. Она отличается от дизюмции и от обычного сложения тем, что 1 плюс 1 – это 0. А в остальных случаях они способны. Мы рассмотрим вот такую задачу. Вот, допустим, что вам нужно вычислить для трёх переменных. При этом разрешается использовать операцию конъюнция, дизюмция и саму операцию отречаемых. Если вы прослую версию слушали, то вы, наверное, знаете, что, имея эти три операции, можно с помощью них выразить вообще любую гулевую функцию с любого числа применения. Задача выразить три отрицания через эти функции выглядит как-то глупо. Потому что мочой их выражать. Вот отрицание, ещё отрицание, ещё отрицание. Вот выиграли. Эти дизюмции здесь совсем даже не нужны. А вот представьте себе, что я вам скажу, за использование одной операции отрицания мы должны заплатить руду. Тогда захочется выразить все три операции отрицания, отрицание наименьшее число рублей. Ну, за три рубля всего. А вот можно и за два. Вот, как ни удивительно, оказывается, можно. Вот, скажем, допустим, отрицание X1 мы выразили в виде какой-то формы через вот эти операции. Что такое формула? Я могу привести к примеру такой формы. Ну, на примере. Ну, формула очень длинная, но на самом деле слева и справа одной. Ну, действительно. Если X1 равно 0, то слева будет 1. А что будет справа? Справа все вот эти операции превращаются в 1. И получается у нас что? А вот вся эта сумма, кажется, равна 1. Ну, и вторую тоже. Специальную операцию уже нужно выразить. Специальную операцию. Так более-менее кажется очевидным, что какие формулы не пишите, можно вот такую формулу написать блинную, может быть, еще какую-то можно. Но везде хотя бы одно отрицание будет. И поэтому меньше, чем 3 отрицание, 3 отрицание обязательно понадобится. Но дело в том, что мы можем вычислять вот эти функции таким образом, чтобы результаты промежуточных вычислений использовать несколько раз. Вот если мы написали 3 формулы, я сказал, что очевидно, что у них будет как минимум 3 отрицания. Это потому, что я молча предположил, что эти формулы мы вычисляем независимо друг от друга. А если я, например, вычислю какую-нибудь функцию и использую результаты промежуточных вычислений несколько раз. Тогда вполне может быть надо сэкономить как-то условия. Вот давайте сейчас посмотрим, как это все-таки можно сделать. Можно вообще взять любую функцию от трех переменных. И ее значение для любых трех более переменных можно вычислить, используя только 2 операции отрицания. Ну отсюда уже будет вот этот факт, он почти собственно и равноселен тому, что все три функции можно вычислить. Сейчас будет понятно, почему это практически одно и то же. А фактически мы будем, наверное, вот эту задачу, какая разница. Чтобы продолжить, нам нужно научиться как-то с этими полными функциями работать так, чтобы это все было наглядно. Один из способов, как это делать, это изображать их на кубе. Ну, точнее, на двоичный. Ну, слово двоичный я буду опускать. Вот я рисую трехмерный двоичный. Ну и попробую. Если ничего не приписываешь, ни к нему никаких цифр и так далее, то это просто действительно обычный трехмерный кубик. Ну, теперь в разумном вопросе. Но мы каждой вершине будем приписываем на все возможные наборы из двоих единиц. Следующий момент. Вот здесь будет у нас 0,0,0. Также у нас будут выписаны все три набора с одной единицей. Они нарисованы у меня так, чтобы вот эти две вершины лежат на одной стриму. Ну, прямая выставленная, потому что я их не провожу. Вот эти две вершины мы будем называть первым слоем нашего округа. Ну, а вот эту одну вершину, соответственно, нулевую. И тем, прямая вершину мы сопоставим такие наборы. 1,1,0,1 и 0,1. Вот я выписал все наборы из двумя единицей. Они образуют вторую. И, наконец, остается одна вершина с двумя единицами. Это будет третья числа. Теперь, любую булевую функцию можно изобразить на вот этом углу. А нужно просто выписать все те наборы, на которых она вращается в двумя. И для каждого такого набора накопите, ну, как-нибудь отметить соответствующую вершину. В целом инструкции, ну, например, трех переменных можно задавать с помощью таблицы. Таблица выглядит вот таким. А здесь мы пишем значения. Ну, например, 0,1,1,1,0,0,1. Вместо таблицы можно нарисовать картинку. Если функция обращается в единицу на наборы 0,0,0, значит, я рисую вот такой кружочек. Дальше она бросается в единицу на наборе 0,1,0. Дальше она на наборе 0,0,1. На наборе 1,1,0. На наборе 1,1,0. Кружочек. Дальше на наборе 0,0,1. Ну, и понятно, что как бы здесь логики единички не стояли, мы всегда можем изобразить эту функцию на трагмерном курсе. Возвращаясь к нашей задаче, а мы хотим научиться вычислять любую кримику в трех примерах, используя только две операции отрицательные. Возвращаясь к этой задаче, давайте мы сделаем вотшую. Давайте научимся вначале вычислять, используя две операции отрицательные программы, все симметрические функции. Сейчас я объясняю, что такое симметрические функции. Для гладкости, чтобы нарисовать эту функцию целиком, ему не так сложно рисовать, но все-таки надо тратить время. Давайте я символически буду изображать этот пункт так. Буду рисовать вот такую петлю линзу. Вот эта люшина, это будет изображать манжер-мэр. Это люшина, естественно, 1 на 1 на 1. И еще я приведу две прямые, которые будут изображать первый слой и второй слой. Ну где-то тут вот. Что такое симметрическая функция? Функция называется симметрической, если она не меняется за любой перестановкой переменных. Ну, например, если мы переставили две переменные, то она остается без переменных. Ну и при всех других перестановках. А перестановки этих как-то две, то есть... Ну легко понять, что... Если функция симметрическая, и она, например, на какой-то вершине куба из первого слоя обращается в единицу, то она и на всех остальных трех вершинах этого слоя тоже обращается в единицу. Ну действительно, если она обращается в единицу на наборе 1 0 0, то почему она будет обращаться в единицу на наборе 0 0 1? Ну, мы переставим просто в первые и последние переменные места. Не должна меняться. Значит, она не на этом работает. То есть, если пункт обращается в единицу на одной вершине слоя, то она обращается в единицу на всех вершинах этого слоя. Но тогда мы можем любую такую симметрическую функцию нарисовать даже проще, чем использовать тот мягкий пункт. А достаточно указать на два слоев, на которых она обращается в единицу. Потому что я уже сказал, что если она обращается в единицу в какой-то вершине какого-то слоя, то она и на всех остальных. Ну и поэтому любая симметрическая функция, ее картинка устроена таким образом. Ее множество единиц, набор, на которых функция обращается в единицу, я иногда буду назвать просто единицами. Так вот, для каждого. Так вот, множество единиц симметрических функций, это просто несколько слоев. Ну а раз так, чтобы задать симметрическую функцию, достаточно указать эти слои, то есть их номера. Ну вот, например, симметрическая функция может быть установлена так. Она обращается в единицу на первом слое. А на всех остальных она, соответственно, одна же. Такую симметрическую функцию можно обозначать, например, так. Я спишу s, это нам напоминает, что это симметрическая функция. Тут я пишу цифру 3, чтобы помнить, что она от трех переменных. Но на самом деле у нас пока только функции трех переменных, поэтому я слою пропустясь не буду. А внизу я пишу цифру 1, это означает, что она обращается в единицу. И вот я крыжочками отметил, что на входе на нашем она обращается в единицу вот на этих трех номерах. На остальных она обращается в единицу. Точно так же мы можем s2, она будет, наоборот, обращаться в единицу на втором слое. С3 это функция, которая обращается в единицу на третьем слой. А третий слой состоит только из одного набора 1, 1 и 1. Кстати, вот эту функцию s3 очень легко написать в виде формулы таким образом. Это же просто конъюнция трех переменных. Действительно, когда обращается в единицу, это конъюнция. Тогда все переменные единицы, а это и означает, что она совпадает в функции s3. Потому что функция s3 обращается в единицу только на третьем слой. Ну и еще, наверное, можно, конечно, функцию s0 рассмотреть, которая обращается в единицу только в этой вершине, то есть в вершине 0. Вот те симметрические функции, которые я выписал, их 4 штуки. Давайте я это напишу. Нет, возьмите. s3, s2, s1, s1. Ну, s3 это x1x2x3, как я уже сказал. Остальные функции тоже можно записать какими-то формулами, но нам пока сейчас не нужно. Понятно, что это простейшие симметрические функции. Потому что могут быть симметрические функции, которые обращаются в единицу не на одном слой, а, например, на двух слой. Ну, скажем, если функция вращается в единицу на слое с номером 1 и на слое с номером 2, то такую функцию, естественно, обозначить так. s1,2. Или, например, s2,3. Вот я ее в картинке могу изобразить так. Вот она обращается в единицу на всех трех вершинах второго слоя. Ну, то есть, можно здесь, конечно, на четырех слоях. И на вершине третьего. Ну, можно, естественно, точно там же обозначать симметрический пункт, который обращается в единицу на трех слоях. Ну, а функция, которая обращается в единицу на всех четырех слоях, легко понять, что эта функция просто всегда равна единице. У нас действительно на любом наборе равна единице. Ну и значит, эта функция равна единице. Так вот, первое, что мы сделаем, мы вычислили все вот эти четыре функции, используя только две разъяснения. Ну, пользуясь конюнциями единицей. Делать это будем следующим образом. Опять же, попытаюсь задавать себе задачу наглядности. Ну, начнем с того, что функцию S3 можно вообще выразить без отрицания. Я потом не оформлю, никаких отрицаний нет. Значит, функция S3 у нас уже есть. Она уже есть. Давайте я буду вот здесь вот пытаться наглядно изобразить эти функции таким образом. Я буду каждую симметрическую функцию записывать так. Например, в S3 я запишу таким образом. 1, 0, 0, 0. Что это означает? Это означает, что на нулевом слое она равна нулю. На первом слое она равна нулю. Второй она равна нулю. И только на третьем. Это немножко более громоздкое обозначение, чем S3. Но оно более наглядное. И сейчас мы ее воспользуемся. Итак, функция S3 у нас уже вычисли. Чтобы ее вычислить, нам достаточно две теракции кондиции. Сначала S1 умножить на X2, а потом результат умножить на X2. Вот функцию S2 уже так просто не вычислить. Но зато мы можем легко вычислить функцию S2, 3. Действительно, эта функция будет изображаться вот такими. 1, 1, 0, 0. Ну действительно, она обращается в единицу на третьем слое и на втором. Легко понять, что эта функция монотомия. Вам рассказывали, наверное, что такие монотомии. А монотомию слою можно выразить через только кондиции и дирижимости. Почему это так? Это хорошая задача. Я вам предлагаю подумать над ней долго. Если кто-то знает. Почему любой монотомный функцию можно выразить только формулой через кондиции и дирижимости. А вот про эту конкретную функцию я спросил. Действительно, как эта функция выглядит на нашем слое? Вот она как выглядит. Она обращается в единицу на верхней половине. Давайте попробуем понять, как будет... Вот зачем я на поле это на листу идет? Ребра. Но не только потому, что на обычном клубе есть ребра. Ребра на нашем двоичном клубе играют важную роль. Дело в том, что я могу взять функцию, которая изображается только одним ребром. То есть, которая обращается в единицу на концах ребра. Ну, например, вот здесь я скажу, что это пока 0. Вот такая функция. Такую функцию можно изобразить в очень простую формулу. Какую? Смотрите. Нужно придумать функцию, которая обращается в единицу вот на таких наборах. Ну, поскольку на первых двухпеременных эти наборы равны единиц, а на третьем они принимают значения в одном случае 0 и в другом случае единицы. Так вот, в качестве такой функции можно, очевидно, взять x1 и x2. Ведь когда эта функция обращается в единицу? Она обращается в единицу на всех наборах, в которых x1 и x2 равно единицу. А третий набор, я его обозначаю в должности, может быть каким угодно, что 0, что единица. Поэтому здесь у шурупы. Поэтому функцию поминция x2 на нашем трехмерном двуке мы можем изобразить в виде ребра. Ну, точнее, в виде двух вершин, которая соединяется с ребром. Ну, так ясно, что можно теперь вот этот ребра изобразить в виде... Какой функции? В виде двух. Функции x1 и x3. Потому что коллиника обращается в единицу, когда x1 и x3 единица. А в примере x2 может быть такой угол. Ну, эти переменные называть фиктивными. Потому что, если от переменной значения функции никак не зависит, то она, естественно, называется функция. И, наконец, вот этот ребра изображается в своей церкви. Избывает церкви. Ну, а теперь как изобразить всю функцию? А нужно взять безъемку. Вот так мы пишем, на самом деле нужно строчку. Надо взять безъемку всех этих трех функций. И тогда получится функция, которая будет обращаться в единицу на всех этих объемах. Ну, действительно. Когда эта функция обращается в единицу? Раз это дежюнция, то она будет обращаться в единицу только тогда, когда одна из этих функций хотя бы обращается в единицу. Если она будет обращаться в первое, то значит, вот у нас получается два набора объемных единиц. Если вторая, то вот два набора. Если третья, то вот. И общее множество наборов, на которых функция обращается в единицу, это как раз объединение всех вершин или наборов. Я говорю наборы иногда. То есть, получилось, что в нашу вот эту вот функцию, обращаясь в единицу на втором и третьем слой, мы можем... Давайте я здесь напишу, что это идиционер 2 и 3, а эту функцию мы можем записать в виде запросов. Ну, и видно, что в ней никаких отрицаний нет. Значит, мы вычисли эту функцию, не пользуясь отрицанием вообще. Следующий шаг. Давайте применим вот этой функции отрицание. Что получается, когда мы применяем операцию отрицания вот этой функции? Это значит, что там, где она была единицей, она превращается в угли, а там, где она была в угле, она превращается в единицу. Понятно, что это опять будет симметрическая функция, потому что она, если эта функция была симметрическая, она обращалась в единицу на целых слоях, то ее отрицание тоже будет обращаться в единицу на целых слоях, только на других слоях. Здесь она обращалась в единицу на целых с номером 3 и 2, а эта будет обращаться в единицу на целых с номером 0 и 1. Поэтому мы привезли вот такую шаг. Отрицание функции S2 3 равно S2 S. Вот я изобразил эту функцию вот таким образом. Для ее вычисления нам уже понадобилась одна отрицание отрицания. Дальше мы можем, не пользуясь вообще отрицаниями, получить симметрическую функцию вот такую. S1 2 3. То есть функция, которая обращается в единицу на первых трех наборах. Она изображается так. 1, 1, там внизу 0. Без всяких отрицания отрицания. А потому что она опять же монотонная. На всем кубике она изображается так. Он обращается в единицу на первом поле, на втором и на третьем. Как ее описать без отрицания? Давайте заметим, что мы в серии векшин можем накрыть объединение трех граней. Вот одна грань, вот вторая грань, вот третья грань. Для каждой грань, каждая грань тоже из себя представляет монотонную функцию. Сейчас это будет понятно почему. Каждую из этих граней я могу легко написать в виде формы. Например, вот эту грань. Из каких наборов состоит эта грань? Она состоит из всех наборов, у которых на первой месте единицы. А на втором и третьем стоят основные наборы, поэтому я пишу там звезды. Вы легко придумали функцию, которая будет обращаться в единицу только на вот этих четырех наборах. А это будет просто функция x1. Действительно, функция x1 обращается в единицу, когда x1 равно единице. А от x2 и x3 она никак не зависит, поэтому на любых наборах, с любыми комбинациями x2 и x3 она тоже будет равна единица. Поэтому вот эта вот грань изображается в функции x1. Ну точно так же вот эта грань будет изображаться в функции x1, а вот эта грань изображается в функции x3. Ну а объединению граней соответствует операция единицы. Действительно, если я рассмотрю вот такую функцию, то как она будет изображаться? На каких наборах она будет обращаться в единицу? Она будет обращаться в единицу на всех наборах, на которых первое слагаемое. Будет также обращаться в единицу на всех наборах, где второе слагаемое. Ну и, наконец, мы обращаться в единицу там, где третье слагаемое. То есть множество всех наборов, на которых она обращается в единицу, это в точности вот эти три. Вот я вам получил монотонную формулу без всяких отрицаний. Значит, нам нужно две операции применить, вычтить эту путь. Но операция бесплатная, потому что деньги мы платили только за отрицание. Ну, если бы вы хорошо знали, что любая монотонная функция может быть выражена без отрицаний, я бы все это не повторял. Я просто сказал бы, что функция монотонна, и ясно, что эти отрицания нет. Если кому-то это не совсем понятно, то эта задачка надо будет. Надо понять, что на самом деле вот такая функция изображается в такой-то силе. Вот такую симметрическую функцию S1 вычислим сейчас, как функция S1 изображает. Она изображается так. 0, 0, потом 1, потом 0. Потому что она обращается в единицу только на первом слое. Как нам ее можно вычислить, зная, имея вот эти уже функции вычислить? Давайте посмотрим, что получится, если я возьму и умножу вот эту функцию на это. Произведение на каких наборах будет обращаться в единицу. Ясно, что на первом слое оно будет равно 0, потому что эта функция 0, умножаем на 1 и 0. На этом слое она тоже равна 0, потому что 0 умножаем на 1. А вот на этом слое она будет равна 1, то есть 2 единицы дают 1. И на этом слое тоже 0. А геометрически это выглядит так. Нужно пересечь два множества с единицами. Единицы здесь стоят на второй и третьей позиции, а здесь на первой и второй позиции. Для пересечения этого множества это будет что? Ой, прошу прощения. 0,1 конечно, 0 это отрицание, но это вот. Пересечение вот этих двух множеств из чего состоит? Только из обжига фифера. Геометрически это наглядно. Если мы наложим друг на друга единички, то общее единичество будет вот так. Но это нам как раз функция. Значит, функция S. Ее можно получить как конъюнцию вот этих вот пунктов. S0.1 умножить на S1.2. Ну и мы видим, что мы это сделали бесплатно. То есть никаким инфекциям не против. Так, теперь, что мы можем еще получить с помощью этого трюка, при том перемножения. С помощью перемножения, наверное, мы ничего, может быть, хорошего не получили. Зато мы можем воспользоваться объединением. И можем вот такую функцию получиться. Смотрите. Функцию S1.3. Как же описывается симметрически в функции S1? Она записывается так. 1, но это означает, что она обращается в единицу на третьем слове и на первом. Как ее можно получить? А ее можно получить, если вот эти функции 0,0,1 добавить функцию 1,0,2. То есть я могу взять функцию S1 и функцию S3 и взять их в единицу. Опять же, бесплатно, с помощью раскладации в единицу, без трюкации, мы получаем функцию S1. Почему это так, я еще раз могу объяснить. Ну, действительно. Когда эта функция будет обращаться в единицу? Когда либо S1 обращается в единицу и в S3. Но S1 обращается в единицу только на этом или только на этом. Значит, вот эта функция будет обращаться в единицу и там, и там. Вот на этих двух полях. Второй раз операцию отрицания. Пока мы не делаем, он будет только один раз, но в этом нет. Значит, наверное, здесь мы будем списывать. Мы применяем ее так. Мы берем нашу функцию S1,3, которую мы получили симметрическую, и применяем некую разницу отрицания. Какая функция у нас получится? Как она будет изобразоваться? Она, очевидно, будет изобразоваться в 0,1,0,1. Почему? Потому что она официальная. Там, где были единицы в этой функции, мы ставим 0. Там, где были 0, ставили плюс. Поэтому в наших вот этих главных обозначениях вот такая функция, эта симметрическая функция, будет обозначаться как? Как S0,2. Потому что она на нулевом слое обращается в единицу и на втором. Ну хорошо, получили мы вот такую функцию. Но нам вообще-то хотелось получить какие функции? Простейшие симметрические. То есть S3, она получена у нас, да? S1, она тоже получена. Нам остается S2 и S0 получить, да? S2 и S0. Как их можно получить? Ну вот функцию S2 получить на самом деле легко. Действительно. Вот давайте я рядом напишу функцию S2,3. Которая обращается в единицу на третьем, втором слое, а на первом слое 0. Вот если мы вычистим конъюнцию этих двух, то как раз и получится функция, которая симметрическая, которая задается вот таким вот. Ну действительно. Вот когда мы вычитаем конъюнцию этих двух. На третьем слое будет 0, потому что здесь 0. На этом будет единица, 1 на 1 и 5. И на этом 8. Ну вот как раз и получится. А это есть как раз функция S2. Потому что она обращается в единицу на втором слое. Значит, S2 у нас получилась как результат умножения. Конъюнцию я сейчас называю умножение, потому что, в общем-то, это и есть умножение. На нулях единицах это умножение. S2,3 умножаем на вот эту. S0,2. Двойка является пересечением множеств состоящих из числа 2,3,0,2. Мы применили опять же операцию конъюнцию. То есть бесплатно получили эту функцию. Ну и наконец нам нужно получить какую? S3 у нас есть, S2 есть, S1 есть, S0. А S0 это у нас симметрическая функция, которая только на нулевом слое. Как ее получить из этих? Ну с помощью конъюнции наверное. Нужно подобрать какие-то две функции ранее полученные, чтобы при их перемножении мы получили последние. Ну как это можно сделать? При перемножении симметричной функции у нас пересекаются вот эти блоки. Что нужно подобрать во множество, чтобы не было ноди в топовом. Ну какие? S1, S1, S1. S1 и что? S1, 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 S1. То есть мы берем, S1, S2, S2, S3, S1. Вот она так изображается с 2 0 1. И пишем, что еще? S2, S1, S2, S3? Все-таки на что надо умножить? С02 Где С02? Не С02 На другой доске А, вот на что надо умножить Вот на С02 И умножаем на С02 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 у нас как изображается 0,1 0,1 Вот мы их перебросили И получается как раз здесь 0 Потому что пересечение 0,1 и 0,2 у нас стоит как раз 0 Все, мы и последнюю симметрическую функцию вычислили И всего мы зазратили на все вычисления только две операции отрицательных Ну а сколько остальных операций мы зазратили мы сами не должны думать считать вспоминать Но эти вы не решили конечно всю задачу А теперь мы делаем все в таком Наверное я могу уже кое-что стереть Иначе у меня непростая смесь А теперь я попробую вычислить все функции которые изображаются точками то есть отдельно взятыми вершинами куба О чем идет мы можем взять другую вершину куба ну например я скажу вот эту и распорядить функцию которая обращается в единицу только в этой точке А в остальных она равна 0 Как такую функцию можно изобразить с помощью формулы алгебры блоки? А очень просто Ну так сказать Два берема функция обращается в единицу на наборе 1 0 1 Как я скажу самую простую которая будет обращаться в единицу на наборе 1 0 1 Ну очевидно нужно x1 умножить на не x2 и умножить на x3 Действительно Когда произведение будет основной 1? Когда первая основная 1 последняя 1 1 средняя тоже 1 а 1 это означает что x2 как раз 0 Тоже как отрицание 1 0 1 Ну и ясно что мы можем любую функцию которая изображается одной точкой изобразить в виде конъюнкции трех колементных но некоторые колементные может быть будут соцрицательными Ну например скажем возьмем вот эту Между прочим у нас такая функция уже здесь была Это в наших обозначениях вот эта функция f0 она обращается в единицу только на 0 но это не что иное как функция которая обращается в единицу только на наборе 0 0 0 Значит ее мы можем очень даже просто изобразить в виде вот такой конъюнкции отрицание x1 отрицание x3 Действительно когда это произведение обращаете в единицу только тогда когда все со мной сидят в единицу а значит отрицание должно быть я ну и я но эта формула для нас простая потому что видите уже в ней три отрицания но мы не будем ее пользоваться а делать будем можно любую функцию которая выражается на кубе одной вершинкой это не что иное как функция которая алгебраически записывается как конъюнция трех переменных но может быть некоторые из них отрицание так вот давайте мы рассмотрим систему из всех таких функций давайте я ее даже вытушу благо она всего-то 8 функций поэтому вы можете их записать это будет x1 x2 x3 дальше будет что в таком порядке писать неважно давайте я его ну мне уже честно говоря не задело поэтому я поставлю благоточие а в самом низу это все покрытие вот 8 функций все возможные конъюнцы со всевозможными отрицаниями они изображаются каждая функция вершинка куба вершинку куба тоже высота так вот мы сейчас сделаем вот что мы научимся вычислять все вот эти 8 функций используя опять же только 2 отрицания понятно что если мы захотим этими формулами воспользоваться у нас ничего не выйдет потому что тут 3 отрицания обязательно идите а мы их сейчас вычислили с помощью двух отрицания используя то что мы сделали каким образом очень просто дело в том что каждую функцию которая изображается одной вершиной мы можем вычислить перемножив симметрическую функцию на конъюнцию в которой никаких отрицания например берем вот эту функцию первая цель в этом наборе как мы можем изображать мы замечаем что если я возьму 4 набора вот такие а они образуют симметрическую функцию С2 то есть функцию которая обращается в единицу только на одном наборе и берем вот такой вот ребром а функция которая изображается в ребром зависит в нашем случае из каких наборов на первом третьем месте единицы а второе производим это означает что это ребро изображается функция X1 конъюнция X3 ну действительно на каких наборах она обращается на всех наборах 1 0.1 правильно на втором если можно что угодно это как раз и есть два набора но если у нас вот эта решина представляет из себя пересечение вот этого слоя куба с вот этим ребром то если я возьму функцию S2 и умножу на X1 3 то у меня как раз и получится вот эта функция 1 0 1 ну которая которая изображалась у нас изображалась то есть мы доказали какое-то ростество функция X1 не X2 X3 она на самом деле получается если взять S2 ну вот S2 у нас там где-то есть мы ее вычисляли и умножить на X1 а геометрически это значит что еще раз повторяю почему это так ну когда вот это произведение равно единице тогда когда и это единице но S2 вращается в единицу в трех наборах а S2 вращается в единицу то только на а если есть значит я вот эту вывозил вот таким ну вот вам задача на остальные две функции вот эту и вот эту в возрасте точно так же нужный S2 он может там на X2 и соответственно на X1 на X3 написать формул и так что мы видим все функции которые изображаются вершинами второго слоя всех мы их можем бесплатно без отрицаний выразить с помощью вот таких формул потому что S1 S2 и так далее у нас уже с помощью двух отрицаний дальше а вот эти усилия из этого слоя можем мы выразить точно так конечно можем ну вот например как можно выразить нужно взять первый слой а он изображается функцией S1 а функцию S1 мы уже вычисли и взять пересечение с вот этим вот с вот этой вот гранью пересечение первого слоя гранью как раз состоит только из одной этой вершины это геометрически алгебридически что это означает значит мы должны только написать формулу которая будет изображать эту нашу грань ну мы по-моему ее уже писали это не что из вас как x1 действительно функция x1 обращается в единицу на каких наборах на всех возможных наборах вида 1 так же звездочки то есть ну и единицы как угодно а таких наборов 4 и они как раз изображаются в виде гранит функций правильно ну а пересечение этих двух множеств вот такое значит мы догадали то есть граньюзия этих двух функций равна функции которая обращается в единицу только на одну как он набор а что это кстати за работа очевидно это x1 не x2 а не x3 ну потому что x2 и x3 и 0 здесь должны быть отрицательными так ну вот значит мы x вершину которая лежит на этом слое тоже бесплатно вычислили потому что s1 это у нас и x и мы используем только распространение ну а эту вершину последнюю последнюю мы знаем что она изображалась как формула как произведения отрицания всех как ее можно получить ее можно точно так же получить а когда а что ее получать это это она уже у нас есть не надо ее получать с ней все понятно это тоже получено ну и наконец последняя осталась функция вот эта причина которая на самом но с ней тоже все понятно это функция она у нас уже есть никаких отрицаний для ее использования использовать не надо все значит мы все 8 функций вычислили бесплатно пользуясь тем что мы вот эти 4 функции вычислили для этого с помощью двух цепей ну и теперь наконец почему любую функцию а даже не одну можно вообще любую систему будем взять в любом количестве можно сколько угодно функции от трех переменных и все эти функции я могу вычислить одновременно теперь бесплатно пользуясь тем что мы научились вычислять вот эти функции возьмем произвольную функцию изображаются на кубе каким образом нужно выменить вершину формы например на которых она вращается в единицу и любую большую функцию можно изобразить таким образом например а как гембраически гембраически вносит ее единицу то есть на которых она обращается в единицу это объединение этих трех точек но объединение операции делим давайте операцию и ну вот на этом конкретном примере допустим функция обращается в единицу на наборе 1 0 обращается в единицу какая х1 не х2 не х3 на эти решения обращается не х1 не х2 не х3 ну и наконец вот это это х1 не х2 х3 вот я написал все эти ну теперь я соединяю в единицу не в одну единицу не в одну единицу надо в одну конечно вот написали какую формулу эта формула задает нам некоторую функцию в трех переменах какую а это именно ту которая изображается этими трех рядышами почему а на каких наборах эта функция обращается в единицу на этом наборе потому что эта функция обращается в единицу только на одном наборе или на этом и на этом значит вот ну точно так же абсолютно любую функцию я могу теперь получить используя только несколько операций в единицу поскольку все вот эти конъюнции мы вычислили их бесплатно правда симметрические функции нам пришлось давать специально таким образом мы видим что любую полиовую функцию мы можем вычислить бесплатно предположение что мы можем несколько полиовую функцию взять если мы хотим одновременно их все каждую по отдельности вычисляем мы их вычисляем только с помощью дистанции таким образом мы фактически вот что установили мы можем взять любую систему функций вот я их пишу f1 f2 fm ну а трех временных конечно у нас только функции я упреждаю следующее мы это уже доказали что любую систему функций можно вычислить используя только две операции отрицатель вот таким способом сначала мы вычисляем симметрические с помощью двух операций отрицатель а потом не пользуясь отрицательными вообще пользуясь дизюмциями и конвенциями мы находимся ну а теперь давайте возьмем в качестве наших таких функций три функции отрицания x1 отрицания от трех когда от одной ну на самом деле от трех просто от остальных двух она зависит эффективно то есть как не меняются остальные определенные функции не меняются поэтому все-таки от трех но ведь это же частные случаи здесь могут быть какие угодно в частности и такие таким образом мы заказали что любую систему будем функцией от трех переметров можно запратить всего здесь две операции а чтобы было мы скажем функции от n переменных рассматриваем вот сколько нужно чтобы вычислить ну скажем любую функцию от н переменных цвет там такой двоичный логарифм округл вверху потому что логарифм двоичневого не обязательно целое число вот такого очень маленького количества отрицания достаточно чтобы вычислить логарифм 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 и логарифм полезно использовать наглядные геметрические логарифм функции можно изображать как вершины кубика а симметрические функции еще проще изображаются они изображаются просто как последовательные слои практически они изображаются как множество множества из 4 вот у нас чисто легко и там где единицы стоят это множество значит симметрические функции можно изображать в виде множеств которые изображаются точками напрямую можно вместо 0 1 0 изображать омиками а единички можно изображать вот такими кружочками черными тогда любая симметрическая функция изображается вот в такой картинке конъюнцем соответствует объединение картинок симметрические функции изображаются проще чем обыкновенные не нужно в так что происходит в это в это не так Продолжение следует...